Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам предложить невероятно вкусный рецепт апельсинового торта. Нежный апельсиновый бисквит, апельсиновый крем и апельсиновая пропитка делают его просто невероятно апельсиновым. 4 яйца и 130 грамм сахара взбиваем до очень крепких пиков. Время взбивания будет зависеть от мощности вашего миксера. У меня на мощности 900 Вт ушло 14 минут. Это действительно очень важный процесс, так как от этого будет зависеть, насколько пышный, воздушный и немягкий будет ваш бисквит. Масса должна быть достаточной плотности для того, чтобы при добавлении муки с разрыхлителем она опала как можно меньше. Пока взбивается наша яичная смесь, мы с вами смешаем муку с разрыхлителем и крахмалом. Лучше всего сделать это венчиком для того, чтобы масса была полностью однородная. В яичную смесь мы добавляем с вами цедру апельсина и начинаем постепенно добавлять муку, смешанную с разрыхлителем и крахмалом. Делаем это предельно аккуратно, обязательно делаем это лопаточкой, ни в коем случае не делаем это миксером. Наша яичная смесь должна пасть как можно меньше. После того, как ввели всю муку, начинаем понемногу добавлять апельсиновый сок и аккуратно перемешиваем. При желании вы можете добавить пол чайной ложки куркумы или шафрана, это придаст тесту еще более желтого насыщенного цвета. В заранее подготовленную форму выливаем наше тесто и несколько раз стучим по столу, для того, чтобы при выпечке бисквит получился более ровный. Выпекаем бисквит при 160 градусах от 40 до 60 минут, все зависит от вашей духовки. Пока выпекается наш бисквит, займемся кремом. Для этого возьмем 250 грамм апельсинового фреша, 200 грамм сахара и одну упаковочку ванильного пудинга. Если пудинга у вас нет, то можно попробовать заменить его кукурузным крахмалом. Сразу добавляем пудинг в наш холодный апельсиновый сок и вымешиваем венчиком до полной однородности. Как только наш пудинг хорошо соединился с соком, добавляем сахар и вставим на плиту. Для заваривания крема лучше всего использовать кастрюлю либо ковшик с толстым дном. Как только вы чувствуете, что масса начинает густеть, снижаем температуру на минимум и варим буквально 1-2 минуты. На все время заваривания крема у меня ушло 7 минут. Остужаем массу до комнатной температуры, накрываем пленкой в контакт и ставим в холодильник на 1-2 часа. 250 грамм хорошо охлажденных жирных сливок, желательно 33-35% использовать, взбиваем до мягких пиков. После этого постепенно начинаем добавлять 120 грамм либо 150 грамм сахарной пудры. И после этого взбиваем наш крем до устойчивых плотных пиков. Хорошо охлажденную заварную основу взбиваем миксером в течение 1-2 минут для большей мягкости. Теперь постепенно по 1 столовой ложке добавляем нашу заварную основу в сливки и аккуратно перемешиваем. Вот такой достаточно плотный у вас получается крем. Он хорошо держит форму и не спадает с лопаточки. Бисквит разрезаем на 3 части и начинаем сборку торм. Предварительно я каждый бисквит буду пропитывать апельсиновым соком, но вы можете пропитать любым другим сиропом, который вам больше нравится. Крем делим на 3 части и прослаиваем так наш тортик. Крем можно выкладывать, как я, лопаточкой, либо использовать для этого кондитерский мешок. Тут, как говорится, как вам удобнее. Надеюсь, что данный рецепт вам понравится и вы обязательно его приготовите. Поверьте мне, это невероятно вкусно. Сочный, нежный апельсиновый бисквит, апельсиновый крем, апельсиновая пропитка. Это просто что-то с чем-то. Всем-всем-всем любители апельсинов обязательно попробовать. Ну и, конечно же, если вы сделаете это, то напишите мне в комментариях, понравился ли вам данный рецепт торта или нет. И будете ли вы его делать в дальнейшем. Ну и, конечно, я хочу теперь вам показать внутренний мир данного тортика. Вот такой он получается невероятно солнечный, невероятно апельсиновый. Поэтому, пожалуйста, обязательно, если вам понравился данный рецепт, нажимайте пальчик вверх. Также, конечно же, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. Всем пока-пока.